Многие авторы, которые только начинают писать на Яндекс.Зен, думают Ну вот, я завёл свой канал, не буду нарушать никакие правила, буду всё честно писать И у меня на канале всё будет хорошо Борзеет татарин Вперёд много взял И с одной стороны, вроде бы так, но с другой стороны, есть множество подводных камней, о которых эти авторы даже не подозревают И как только они начинают писать, что-то пишут, получают бан, то очень удивляются Так вот, сегодня и поговорим о самых абсурдных правилах на Яндекс.Зен А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем А начнём мы с не очень очевидной вещи Давайте я чуть-чуть потяну интригу Вот многие спрашивают, а можно ли редактировать статью после того, как ты её выпустил И вроде бы можно, то есть в редакторе есть такая возможность нажать, редактировать, всё хорошо Исправил ошибки, то есть то, что сразу не заметил, потом в комментариях тебе указали, и ты взял всё под правил Кажется крайне логичным, но нет, всё не так просто Я теперь не редактирую, ну почти не редактирую статьи после того, как они вышли Всё дело в том, что есть у Яндекс.Зена такая особенность Вы выпускаете статью, после этого её редактируете, а после этого оказывается, что она заблокирована Но заблокирована она не потому, что вы её отредактировали, а просто изначально там алгоритму что-то не понравилось Но это ещё очень актуально для исторических всяких каналов, либо других каналов, где тема на грани То есть вы выпустили статью, но если вы её отредактировали, то её нельзя перепроверить Не знаю, с чем это связано, но Яндекс.Зен прямым текстом вам и напишет, что, к сожалению, ваша статья заблокирована за нарушение таких-то-таких-то правил, но к еще большему сожалению, мы не можем отправить ее на дополнительную проверку, просто потому что вы ее уже редактировали. Как, почему, вообще непонятно. Вот это вот письмо счастья, и у меня возникает вопрос, даже если до редактирования там было какое-то нарушение, ты зашел, поправил его, теперь этого нарушения нет, почему нельзя перепроверить статью? Почему нам присылают вот эту вот чепуху про то, что все, к сожалению, статью нельзя перепроверить? И доходит же до полного абсурда, то есть я выпускаю статью, ее блокируют, но я об этом не знал, то есть меня не предупредили, что она заблокирована, я что-то там исправил, банально какую-то орфографическую ошибку, точку, может, поставил, где-то что-то, может быть, там, не знаю, на историческом канале звания какие-то перепутал. Но они не могут отследить, какие изменения были внесены, они просто пошли по простому пути и говорят, нет, извините, мы не будем ничего перепроверять, сами виноваты. Разве мы виноваты? Какой здесь выход? С одной стороны, если вы уверены, что у вас в статье все в порядке, что никаких нарушений там точно нет, либо то, что им может показаться нарушением, потому что многие статьи у меня, которые заблокировали, потом писали, что, извините, статья заблокирована по ошибке. И вот так вот целый ряд у меня статей был, я все им отправлял, говорил, вот здесь, посмотрите, вот здесь они, да, извините, по ошибке, по ошибке, по ошибке, и на какой-то статье мне говорят, а эту мы не можем вам разблокировать, просто потому что там уже были внесены изменения. Вот так вот, с ней ничего нельзя было сделать, хотя статья вполне историческая, никакого трагического или шокирующего контента там вообще в помине не было. О, какой поворот! Ну, тем не менее, вот, если уверены, что такого у вас нет, можете смело редактировать, либо по прошествии какого-то времени, когда вы видите, что статья нормально, хорошо открутилась, но в любом случае, пока статья не крутится, и если у вас есть подозрение, что ее могут по ошибке заблокировать, лучше ее пока не трогать, даже если у вас какие-то там выпиющие ошибки. Это вот такой большой минус Яндекс.Дзена и его редактора. Это не то, чтобы прописанное правило, но вот так вот через коленку работает у них редактор. Ну что ж, поехали дальше. Что еще абсурдного есть на Яндекс.Дзене? Вы, наверное, это знаете. Опять же, вещь, связанная с нарушениями на канале. Вам присылают письмо счастья, где говорят, ваш канал заблокирован за то-то, за то-то, за то-то. Это еще если повезет, то вам скажут, за что. Вот, а дальше вы начинаете выяснять, и вам говорят, извините, мы ничего не можем сделать, так решил алгоритм. Это уже притча во языцах, так решил алгоритм. Как будто алгоритм, это, блин, не знаю, божественный разум какой-то. Причем очевидно, что они обманывают. Почему очевидно? Потому что если у вас статья заблокирована по ошибке, ну по ошибке, естественно, по их мнению, то, скорее всего, они вам пришлют такую формулировку, как «Мне потребуется время, чтобы уточнить информацию, скоро вернусь к вам с ответом». И если вам присылают такую формулировку, то, скорее всего, вашу статью в скором времени разбанят. Это, конечно, не точно, но с высокой долей вероятности. Если вам сразу пишут «Так решил алгоритм, мы не знаем, ничего не видели, ничего не слышали», то пиши «Пропало». Хотя у меня был один случай, когда мне написали изначально «Так решил алгоритм, ничего не можем сделать, я стал писать, я снял об этом видео, и в итоге все-таки я победил в той ситуации, и мне разблокировали статью». Но это довольно редкое явление. Вот. И если они одни статьи понимают, что заблокированы по ошибке, а вторые просто пишут вам, что «Так решил алгоритм», скорее всего, это просто отписка, скорее всего, это просто отмазка. «Так решил алгоритм» — это когда с вами не хотят возиться, это когда вам просто пишут «Чувак, отстань!» Что делать в этой ситуации? Как бы многие спрашивают, удалять эти статьи, которые заблокированы, не удалять эти статьи, которые заблокированы. блокированный, я не удаляю, потому что у меня основная претензия к статьям там никакой не плагиат и не контентный спам. Чаще всего статьи на моем историческом канале просто не крутятся, потому что там либо трагический контент, либо шокирующий контент. Шокирующий контент, опять же, по их мнению, хотя у меня никогда не было никаких детальных описаний. Что дальше хотелось бы отметить? Следующий пункт есть не только на Яндекс.Дзене, но и на площадках, аналогичных ему. Тем не менее, вы никогда ничего не сможете сделать, если кто-то возьмет вашу статью, возьмет основную идею вашей статьи и просто все перепишет своими словами. То есть это будет не плагиат, а просто скажем так, пересказ. И сколько бы вы не обращались в техническую поддержку, сколько бы вы не писали, что вот моя статья, вот его статья, посмотрите, ничего никто не сделает. Потому что это рерайт. Потому что с рерайтом ничего не делают. А ведь главная сложность на Яндекс.Дзен, на мой взгляд, да и вообще на таких площадках, это найти интересную идею для статьи. Если вы просто опишите там, скажем, Куликовское сражение, никто особо читать не будет. Нужно найти какой-то факт из него, нужно переместить его в статью, нужно описать. И вот эта сложность в поиске вот этого интересного факта и придумывание заголовка к этому факту, она как бы для многих упрощается, для людей, которые идут, серфят разные каналы, смотрят, что бы можно было там скоммуниздить, скажем так. И они смотрят, какие статьи самые популярные, какие статьи заходили у людей, где там больше всего дочитываний, где больше всего комментариев, какая тема откликнулась у людей. Они берут эту статью, берут заголовок, как-то его перефразируют, берут, все переписывают своими словами, вот статья готова. Самое абсурдное, самое смешное, что некоторые авторы рассказывали, что у некоторых статей, которые были, скажем так, в кавычках, украдены, иногда было больше дочитываний, чем у тех статей, которые были оригинальные. Причем, если вашу статью берет какой-то большой популярный канал, а у вас канал маленький, то, скорее всего, вот этот человек, который у вас эту статью забрал, он и получит, скажем так, все лабры, он и получит все денежные средства. Простай дерево, все покрытое золотыми монетами. Вдвойне обидно будет, если вы напишите какую-то, скажем, историческую статью, разместите ее, а рекламу на нее не включат, скажут, там, не знаю, трагический контент, о чем мы говорили в предыдущем пункте. Вы расстроитесь, показы вам не дадут, а человек, который ее возьмет и разместит у себя, опишет ее какими-то другими словами, более обтекаемых формулировках, и ему рекламу поставят. Вот это вдвойне обидно. Что тут можно сделать? Да, собственно, ничего. Иметь популярный канал и быть очень аккуратным в формулировках, которые вы используете в статьях. Касаемо формулировок, перейдем к следующему пункту. С формулировками все не так просто. Яндекс.Ден многократно заявлял, что нет никаких вот таких вот особенных слов, за которые моментально банят, типа там, я не знаю, похороны, смерть, гроб, вот этого вот типа у них нет. Все зависит от контекста, в котором использованы эти слова. Понятное дело, что если написать статью там «Смерть радио», то вас никто не забанит за слово «смерть», потому что в контексте «Смерть радио» имеется в виду не прямая физическая смерть, а завершение какого-то явления, то, что оно больше не актуально. И эти нюансы Яндекс.Ден, конечно, учитывает, хотя по ошибке могут что-то заблокировать. У меня была заблокирована как-то статья про еду. Не знаю, что им там показалось с шокирующим контентом, тем не менее. Но это иногда работает немного в другую сторону. То есть, если вы пишете какую-то историческую статью про войну там, про все, и нет у вас там детальных описаний, но вы используете там какие-то слова типа «стреляли», «воевали», «бой», то с высокой долей вероятности вам как раз этот шокирующий контент и поставят. Либо трагический контент. Но если вы вместо там «стреляли», напишите «открыли огонь», вместо «погибли», «героически», «пали», ну и все в таком роде, то есть заменять какие-то одни слова другими словами, такими, на которые алгоритм точно не среагирует, то, скорее всего, будет все нормально. Опять же, ну если какой-нибудь талокер будет проверять, он еще может докопаться. Но в любом случае, скорее всего, в вашей статье нет какого-то детального описания, и вы можете вот такими общими словами что-то описывать. И это немного бесит. То есть, многие читатели потом в комментариях пишут «что за язык», «что за странная манера изложения, как у школьника». И они не очень понимают, что виноват, скорее всего, даже не автор. Просто автору приходится вот так вот подбирать слова, какие-то выражения. Ну и что это, скажем так, за творчество, когда ты пишешь каким-то странным языком и не можешь написать все так, как оно должно выглядеть. И тут я не призываю Яндекс.Дзен еще больше закрутить гайки и начать реагировать еще на всякие слова типа «героический пали». Нет, конечно нет. Скорее наоборот. Я их призываю включить здравый смысл и перестать блокировать статьи за трагический контент, либо шокирующий контент там, где его вообще в помине нету. Ну и напоследок, наверное, самое интересное. То есть, вы завели канал, набрали необходимое количество минут, чтобы подключить монетизацию. Ваш канал ушел на проверку. И вот тут вот вы ждете. Ждете. Можете ждать день, а можете ждать месяц, а можете ждать полгода, а можете и год ждать. У меня товарищ уже больше года ждет. И непонятно, то ли одобрят ваш канал, то ли не одобрят. Вот это, наверное, больше всего бесит, что нет никакой конкретики в плане одобрения канала. Говорили бы, ваш канал проверится там за месяц. Пусть за месяц. Или ваш канал не одобрен. Но если бы уж сказали, что не одобрен, так не одобрен. Так нет же. Непонятно, когда его проверят, непонятно, что с ним будет. Это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все. Яндексен, введите уже какую-то конкретику в этом пункте. Ну и еще такое небольшое паскриптум, немножко подбешивает, что одним каналом можно все, другим каналом нельзя ничего. То есть, одни каналы чуть-чуть заходят за правило, их сразу моментально блокируют. Другие каналы продолжают писать всякую желтуху, продолжают копировать и переписывать чужие статьи, продолжают публиковать контентный спам и с ними все в порядке. Хотелось бы немножко больше о равноправии. Вот. Ну а если вы еще помните какие-то немного абсурдные, либо совсем абсурдные законы Яндекс.Зона, пишите об этом в комментариях. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok